Я работал с сайдкором и с адамом. Сайдкор это система такая ярко выраженная веб-контент менеджмент и адам это ярко выраженный digital asset management. Вот. Работал я где-то начал с ними работать. С сайдкором я где-то поработал и до сих пор работают уже где-то года два. А адам сравнительно недавно, но какое-то представление у меня о них сложилось, какой-то опыт и в общем-то этим я, наверное, и поделюсь сегодня с вами. Начнем мы с сайдкора. Так, а что это такое? Что оно пустое? Вот это анимация, прогресс. Начнем мы с сайдкора. Так, ага, вот так вот. В общем, платформа эта в принципе ей уже много лет, но стала она популярна сравнительно недавно. Вот как мы можем посмотреть, в 2013 году начались в ней сплошные эворды в различных номинациях. И, как говорится, сайдкор попер вверх. Вы знаете, наверное, есть агентство, как же он называется, Forrester, да. И вот Forrester делал отчет о контентных системах. Вот это взято с их отчета, дезаграфик. Здесь представлено несколько популярных контентных систем. Здесь по горизонтали это сколько сайтов их используют, да. И по вертикали это какое количество трафика эти сайты генерируют. Так как сайдкор сравнительно недавно появился, да, то естественно он проигрывает многим игрокам здесь. Вы знаете, как популярен Wordpress, да, большое количество сайтов на нем сделано. То есть если вы хотите какой-то простенький сайтик создать, вы можете очень быстро накидать на помощь Wordpress или других контентных систем. Но как вы можете заметить, что те немногие сайты, которые сделаны на сайдкоре, да, генерируют очень большой трафик. То есть крупные игроки, которые действительно, у которых серьезные сайты, посещаемые, переходят на сайдкор, используют сайдкор. Собственно, почему они это делают, может быть у меня получится объяснить преимущества сайдкора, чем он обладает. SharePoint. Так, это еще один квадрант от Garner. Так, 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 это он написал, можете почитать, что он, что кастомеры думают и вообще, что он думает о сайдкоре. И как видите, сайдкор, да, находится вот в лидерах, здесь лидеры, вот с Adobe CQ, они очень рядом. И вот сайдкор в последнее время, в общем, вырвался вперед. И сейчас это очень такая востребованная система. Так, я тут ничего не пропустил. Собственно, немножко я, наверное, покажу, как сайдкор выглядит вживую. Потому что на самом деле там много общего есть и с тем же SharePoint. Поэтому вам будет, в принципе, если захотите на него переключиться, будет очень легко. так. А что не видно моего этого? Это как? Что это? Что это? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Допустим такой вот элемент на вот этот вот по-хорошему он делается с учетом всех best practices час, наверное, может полтора часа и все элемент готов То есть понимаете, что вся эта страница занимает очень мало времени, чтобы ее сделать очень мало времени и соответственно сайты очень быстро получаются Но на самом деле, конечно же, множество систем позволяет это все делать может быть такие удобные и поэтому надо давайте поговорим о том, почему именно сайдкор, а не там какой-нибудь dotnet nuke Так, как мне тут переключиться О! Так, это уже было Так, преимущества сайдкора в общем какие есть Во-первых, сайдкоре очень сильная система по менеджменту контента в зависимости от юзера то есть customer experience менеджмент называется То есть вы можете на сайдкоре, на сайдкоре сайт автор может без знания естественно программирования задать какие-то элементы, которые отображать или скрывать в зависимости от юзера, который посещает сайт. Допустим, там пришел человек с Африки, ему там покажите рекламу там с бананами или пришел человек там, не знаю, там с Америки покажите ему вот этот элемент если он покупает, допустим, там рюкзаки то почему бы ему еще не попытаться еще что-нибудь впихнуть это все настолько кастомизируется плюс это все менеджится, вы можете создавать свои компании в которых будете создавать какие-то таргеты допустим, а что если вот это вот поменяю давайте вот это поменяем, посмотрим какая у меня увеличится посещаемость анализировать это все сможете и все это легко менеджить с точки зрения программирования если вы заметили, что в Sitecore все видно в принципе сейчас где это у меня все что содержится в сайте все видно вот с помощью вот этой древовидной структуры то есть вы можете все сложено по папкам все удобно посмотреть какие темплейты, то есть контент-тайп у вас есть какие экземпляры, все что есть все здесь находится, то есть не нужно там ходить куда-то непонятно куда, чтобы что-то увидеть все здесь менеджится, все очень удобно можно полностью все кастомизируется то есть типы полей полностью можете создавать там если можно использовать ASP.NET можно использовать MVC без проблем то есть я писал только на MVC для Sitecore он поддерживается значная с версии 6.5 но на самом деле можно использовать SP.NET нет никаких проблем то и то вот так на чем я там остановился а на преимуществах плюс большая расширяемость это вот для программирования с точки зрения программирования то есть практически все модули Sitecore состоит из модулей да построены с помощью контейнеров dependency injection контейнеров так поэтому вы можете все что угодно поменять просто заменить причем очень легко любые модули так что там у нас еще потом ну естественно мобильные девайсы поддерживаются там это все очень легко сделано вы можете их превьювать прямо в Sitecore не нужно какие-то плагины устанавливать ничего плюс для Sitecore сделано очень множество всяких плагинов там IP commerce ну короче все что угодно там такая библиотека найдется на любой вкус и цвет вот ну и плюс множественно сайтов также поддерживается Sitecore можете создавать там кучу сайтов менеджить их как угодно маппить вот ну и самый важный плюс с точки зрения не самый важный но один из важнейших да именно с точки зрения девелопмента то что нет никаких танцев с бубнами когда вы делаете какую-то CI да то есть не нужно там какие-то power shell сайты писать еще что-нибудь все очень легко деплоится вот есть системы которые дополнительные которые для студии которые позволяют весь контент вот этот вот можно конечно как и в SharePoint то есть нативно функционально сделано в виде пэкаджей вот но там сделано все очень удобно можно есть целый проект который как бы можно как бы айтем этого проекта является вот объектами в самом Sitecore вы можете в какой-то source control ложить мержить без проблем все очень удобно то есть CI настраивается ну там за несколько часов полностью весь и все будет работать просто вот так вот ну плюс еще есть workflow конечно же там как это уже во всех системах есть какие-то рулы есть в Sitecore ну куча куча вы как видели там очень много всяких меню то есть на самом деле настроек там куча ну вот основные понятия такие так да в Sitecore часто сталкиваются с недостаточной функциональностью полей которые для которых темплейты состоят допустим я хочу допустим там последнее поле которое делал это поле должно было содержать какие-то какое-то количество элементов но эти элементы должны были знаешь как в JavaScript такой вот кружочек там с крестиком убираться добавляться легко создаваться новое все в пределах поля там JavaScript то есть а и очень много еще забыл сказать в этом Sitecore практически есть экшены как в SharePoint там на айтемы сохранение апдейт, все что угодно и плюс сам pipeline Sitecore он состоит из кучи разных шагов вы можете в любой внедриться добавить что-то свое что-то заменить то есть блин возможности для оптимизации ну просто безграничные то есть там из последнего мне что приходилось делать клиент сказал что блин вот перехожу на новый сайт а у нас PHP-шные наши страницы а как вот мы будем сейчас на исе и я хочу чтобы они заходили по своим старым страницам PHP-шные и попадали вот на артиклы которые в принципе у нас с помощью Sitecore сделаны все это легко делается с помощью pipeline настраивается обрабатывается смотрится что это PHP какой-то запрос находится нужный item и показывается клиенту то есть кастомизируется все очень легко но это что касается Sitecore это как видите это такое именно ярко выдержанная веб-менеджмент систему Sitecore и там намного в плане именно веб-менеджмента удобнее и мощнее чем с шарикой даже в принципе не сравнить вот еще про одну систему которую я хотел бы вкратце рассказать это адам эта система у нас создана в принципе она тоже недавно так выстрелила может и даже не выстрелила потому что информация на самом деле адами найти очень сложно даже вот Наташа столкнулась с тем что на developer guide не смогла нигде найти потому что его реально нет в интернете потому что чтобы его получить нужно на самом деле пройти пройти курс по адаму да стать лицензированным только тогда тебе дадут почитать как ты можешь девелопить на нем да вот я не знаю с чем связан такой маркетинг там реально даже их презентации чтобы посмотреть нужно регистрироваться просто так не посмотришь и ничего нет ну вроде как говорят и вот Garner тоже я взял вот какой-то график который и вот Garner считает что вот адам вот сейчас в лидерах да среди именно систем которые менеджер диджитал контент что у них вот стратегия сильная ну может быть она сейчас поменялась потому что вот сейчас адам стал популярным как вы знаете в випаме очень много адам проектов и там наверное людей побольше чем в SharePoint ну мне так кажется может быть не больше но наверное больше вот то есть адам сейчас становится востребованным и почему еще адам потому что на самом деле сайткорп про который мы до этого говорили адам они вообще хотели объединяться сначала покупать один другой но сейчас они решили стать партнерами и вместе развиваться вот собственно адам вкратце это то же самое что SharePoint только там менеджится не документы да то есть там нет такой поддержки как SharePoint это офисные документы но менеджится медиафайлы фотографии там какое-то видео и там можно их просматривать чуть-чуть там ворочать их там туда-сюда превьюшки делать собственно как бы адам это как называется digital assets management система да что такое asset вкратце вот то есть это набор каких-то допустим фотографий вот этот вот asset да адам рекорд состоит из каких-то классификаций это таксономия SharePoint с которой самая ложность тегов большая какая-то напор каких-то полей ну и версионность собственно этих файлов это простейший asset и собственно менеджментом вот таких вот наборов как бы адам и занимается да то есть там есть своя security какие-то там можете отображать показывать в принципе потом чуть попозже покажу как адам выглядит ну не сам адам но например может быть и сам можно так сказать как бы еще вообще адам состоит есть две базы данных то есть одна база данных это который содержит метаданные и файл сервер который хранит сами digital file ну и собственно адам пошел по какому пути есть два варианта вообще работы с адамом адама есть свой ip который позволяет который будет из базы данных из файл сервера который позволяет менеджить вот эти вот asset digital и есть несколько студий студия это простое в приложение которое сделал адам который позволяет что-то с адамом делать эти студии обладают минимальным так скажем контент менеджментом потому что там что-то поменять в принципе можно но если что-то серьезно менять то проще написать что-то свое полностью с помощью адам API то есть обычно так и делают или если возможно меняют существующую какую-то студию то есть какое-то веб-приложение или полностью пишет все свое с нуля с помощью адам IP вот сейчас давайте покажу одну студию как она две даже покажу как то есть это приложение адамска как оно выглядит так это у нас не та виртуалка вообще да да адам гребет деньги со всего так это вот мой текущий проект сейчас загружусь на него собственно у нас на проекте пока используются две предефоненные адамовские студии которые мы немножко изменили внешне насколько смогли вот у нас нету каких-то больших требований чтобы писать что-то свое вот это студия асин студия которая вот здесь вы видите куча всяких это картинок которые менеджер между людьми то есть вот картинки какие-то да тут куча всего здесь есть какие-то возможности вы можете даже можно искать эти картинки можно что-то там всякие права им раздавать блин что так тормозить не могу и есть еще одна как бы студия это менеджмент студии которая позволяет менеджер там вот юзеров юзер группы там какие-то филды создавать да кастомные там для аситов что-то короче менять вот но еще раз повторю это такие вот я сейчас слышал будет и память сейчас проект шарипоинт с адамом или будет он да или как или он сыгра ну вот то есть решили в веб морду потому что она плохо кастомизируется там делать на шарипоинте да то есть не самый конечно лучший выбор но вот так решили ну вот поэтому собственно а ну и насчет востребованности потому что вы можете подумать что зачем нам это все надо возможно это не востребовано вообще ничего на самом деле на самом деле я поискал на зарубежных сайтах посмотрел вакансии посмотрел зашел на monster.com да и посмотрел что спрос сейчас на сайт core по крайней мере намного превышает предложения специалистов мало в требовании то есть востребованным очень сильно на юки сайтах я вам так посмотрел контракторов куча требуется ну конечно если бы были в юкей зарплата там где-то 700 800 фунтов в день идет для контрактников вот это больше штуки в день нормально по сравнению с адам короче я вообще не нашел ни одной вакансии по адам на самом деле да но на самом деле если вы ведете адам google и так мало чего найдете то есть но вот это дело востребовано то есть возможно он скоро выстрелит то есть две системы которые вот одна уже выстрел а вторая только получается стреляет и они сейчас вместе будут работать да то есть у сайткора есть очень сильный веб-контент менеджмент сюда добавится адам они сейчас партнеры и будет очень сильная система вот да вполне возможно шарип-поинт сайткора в плане веб-менеджмента далеко ну собственно у меня все спасибо если есть может вопросы нет короче это дорогие продукты вот сайткор там что-то около полмиллиона стоит и адам там что-то там лицензии там тоже у них там по 100 по 200 тысяч ну вот поэтому сами понимаете если вас нанимают на сайткор то у клиента есть деньги посмотрите по игре ну естественно есть я сам поражаю сутки я сам целый макетик да реально что-то сложно найти информацию но это спрятано да то есть а вот как они вообще а кто клиента а дома ну я не знаю там ни о чем те товарищи которые клиент не будут говорить там макесов о чем вот они занимаются брендированием то есть какие-то они делают фотографии там что-то там с этим вот работают то есть куда чего адам предназначен еще фирма занимающейся продажей коммунателис ну на самом деле адам дело еще в том чем он покупает что-то очень простая система там IP чрезвычайно простейшая то есть там есть какие-то объекты есть коллекции все а еще и хэпфуты для каждого объекта делайте что хотите потому что вы не учите тогда надо заплатить лицензию а лицензия тоже деньги стоит ну я не страшно сколько это стоит и ты думаешь они победят шариколь ну что значит победят смотря на все а шарикольцы на сайты веб сайты не поступают мне кажется сейчас уже да ну смысл ну как бы нет у него таких возможностей сайткору чтобы сайты писать да ну как бы для другого наравну создан шариколь они как бы не конкуренты по моему вообще сайткор больше для веб контента да естественно то есть это веб контент то есть авторы да программисты сделаны потом это все меняют крутят как хотят да здесь программисты делают особенно таргетинг то есть когда ты можешь настроить полностью под разных клиентов весь контент абсолютно на самом деле лучше чем сайткор да я работал с амбраком работал с амбраком с амбраком когда-то недавно работал с амбраком с амбраком больше такое ну кажется свою выбирать у сайткороиспенс продавите по офису 365 или тот у него компремиси ставишь себе сам да кстати как он разворачивается просто как я не встречал такого, как это только как отдельный продукт и мы так наверное поплахал так еще не верю ну все спасибо Спасибо. Спасибо.